Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня отвечаю на часто поступающий вопрос Как правильно стрелять из зенитной пушки? Самое главное, вы должны выбрать удобное для себя положение И спину должны держать прямо И самое главное, в момент прицеливания ваши разгибатели спины должны четко работать Чтобы положение головы было правильным в момент прицеливания Потому что это может снизить точность В момент отдачи ваши разгибатели должны напрячься А, нет вопроса? Какой? А, как правильно ходить? Самый частый вопрос А, понятно Ну давайте тогда снимем как правильно ходить Всем привет! Продолжаем съемку о том, как правильно ходить И сегодня покажу вариант Как может неправильно двигаться стопа во время шага Когда вместо прямой мышцы бедра Это часть четырехглавой мышцы Работают приводящие мышцы бедра И это приводит к нарушению стабилизации колена К нарушению стабилизации тазобедренного встава и таза во время шага Мешает работать средней и большой ягодичной мышцы во время толчка ногой Когда я сейчас буду идти Буду идти неправильно Обратите внимание на положение стопы Что она смотрит не вперед Носок стопы смотрит не вперед, а в сторону И как раз это мешает работать и разгибателю стопы И прямой мышцы бедра Обратите внимание, как двигается стопа То есть она смотрит не вперед, а в сторону И при этом нарушается угол движения в составе Нога выходит не вперед коленом, как это должно быть А она выходит чуть в сторону И при этом нарушается стабилизация тазобедренного сустава и коленного сустава Когда я вес переношу на ногу При такой постановке ноги Из-за того, что нет разгибания стопы Нарушается стабилизация в колене Она просто болтается в то время, как я вес на него переношу Вот обратите внимание, что во время шага носок смотрит в сторону Это мешает разгибаться стопе Колено движется под неправильным углом Формируется неправильный угол сгибания в колене И при каждом шаге таз начинает болтаться То в одну, то в другую сторону Нарушается стабилизация таза Вот как это должно быть То есть носок стопы должен смотреть вперед При этом нога уже вперед выводится за счет прямой мышцы бедра Как это должно быть А при таком положении стопы Она вперед выходит за счет приводящих мышц Сейчас обратите внимание, что происходит с тазом При таком положении ноги Обратите внимание, что он начинает двигаться вот таким образом в сторону То в одну сторону, то в другую сторону Это из-за того, что из-за такой постановки ноги Средняя ягодичная мышца не может работать Работает только одна маленькая часть вместо всей мышцы То есть таз начинает вот таким вот образом двигаться Сейчас покажу, как это должно быть Как должен двигаться таз при правильном постановке стопы В этом случае движение у него не под вот таким углом А он движется как бы вперед-назад, вперед-назад И это все из-за того, что стопа движется под правильным углом Вот такое вот небольшое движение стопой Влияет и на состояние колена И на состояние голеностопного сустава И тазобедренного сустава И если вы чувствуете боль в колене Боль в тазобедренном суставе во время шага То первое, на что вы должны обратить внимание Это на положение стопы во время шага Еще один признак того, что стопа у вас движется под неправильным углом во время ходьбы Это неравномерное стаптывание каблука, когда вы ходите Посмотрите на свой каблук Если он стоптан больше с наружной стороны Это как раз тот вариант, который я показывал Это именно из-за того, что стопа ставится не прямо вперед носком, а в сторону И поэтому происходит стоптывание наружной части каблука Что еще больше затрудняет вам правильную ходьбу То есть, если вы хотите переучиваться ходить То в этой обуви вы уже это сделать не сможете Придется менять ее Но это нужно сделать обязательно Потому что представьте, что при каждом шаге Вы сами себе травмируете колено Сами себе делаете артроз тазобедренного сустава, коленного сустава И каждый ваш шаг это еще большая травма Поэтому, если вы не хотите, чтобы у вас был артроз То изменяйте свой стереотип движений Продолжение следует...